Демон секретов и тайных знаний Его изображают в виде бесформенного гротескного существа с клешнями, щупальцами и глазами по всему телу. Собственно, примерно в таком виде Хермеус и предстает перед главным героем в своем плане Обливиона. Аспекты этого принца встречаются в большинстве пантеонов Тамриэля. Например, каджиты называют его Хермора и считают, что он ответственен за приливы, вызываемые лунами. Норды из Коалы именуют его Хермомора и этот демон был известен им еще с тех времен, когда они обитали на Атморе. Большинство мифов из Грамора повествуют о спасении Атморцев от козней Хермы Моры. Однажды демон знаний принял облик зайца и убедил из Грамора, что тому нужны такие же длинные уши, как у него, чтобы лучше слышать шаги своей добычи на охоте. Тогда уши предвестника стали заостряться и удлиняться, но внезапно появился лис и загрыз зайца, а уши из Грамора вернулись в первоначальную форму. Этим лисом оказался сам Шор, который объяснил, что таким образом Херма Мора чуть не обратил предвестника в эльфа. План Обливиона, принца знаний, зовется Апокрифом и представляет из себя огромную библиотеку, уставленную целыми колоннами книг в черном переплете без названий. Те немногие из смертных, что в жадной погоне за знаниями сумели так и отыскать вход в это царство, могут найти среди бесчисленных томов любое запретное знание, о котором они мечтали. Но записать его, если того не пожелает сам Хермеус Мора, невозможно, поскольку пока записываешь, слова строкой выше будут бесследно исчезать. Среди бесчисленных залов Апокрифа бродят призраки. Они листают книги, разыскивая что-то, ведомое лишь им одним. Эти призраки зовутся Искателями. Они являются низшими доэдра, прислуживающими демону знаний. Многие из них, скорее всего, в прошлом были смертными, которые продали свою душу и человеческий облик море, ради возможности вечно упиваться тайными знаниями, которые они уже никогда не смогут использовать. Искатели – весьма опасные противники, владеющие могущественными заклинаниями, и встречи с ними лучше всего избегать. Также Хермеусу служат луркеры – огромные амфибии, обитающие в водах Апокрифа. У Хермы Моры существует множество различных прозвищ, среди которых Садовод Людей, Лесной Человек, Принц Судьбы, Провидец, Сефальярх Бездны и многие другие. Смертный, который, по мнению Хермеуса, недостоин, никогда не получит его ответа, какими бы способами он ни старался его вызвать. Однако, если кто-либо из них все же заинтересует Принца Знаний, к избранному явятся его последователи, сообщив о желании Моры поговорить с ним. Самым известным чемпионом Хермеуса, пожалуй, был Мирак, первый драконорожденный. Изначально, будучи одним из драконних жрецов, Мирак впоследствии заключил союз с Даэдро и узнал от него Туум, способный подчинять себе волю драконов. Обернувшись таким могущественным козырем против своих хозяев, Мирак начал убивать и пожирать души драконов, прежде чем его не одолел драконий жрец Валок. Попав после смерти в Апокриф, Мирак вплоть до 201 года 4 эры вынашивал план, с помощью которого собирался вырваться из лап Хермеуса Моры и вновь материализоваться в Нирне. В ходе DLC Dragonborn нашему Давакину предстоит стать новым чемпионом Хермеуса, попутно одолев предателя Мирака и выучив крик подчинения воли драконов. Для этого Давакину приходится убедить шамана деревни Скаалов пожертвовать своей жизнью и секретами племени, за которыми демон знаний охотился с незапамятных времен. Также слугой у Хермеуса служит Заркс, ну или Ксарксис, в зависимости от перевода. Когда-то давным-давно он был песцом у Ауриэля, а также богом-предком знаний у Альтмеров, но затем по какой-то причине стал служить этому принцу Даэдра. Заркс это также эльфийский аспект имперского божества Аркея. Подробный ролик об их взаимосвязи вы можете также посмотреть у меня на канале. Именно Заркс написал книгу Огма-Инфиниум, самый знаменитый артефакт Хермеуса Моры, обычно дарующий своему читателю великие возможности в области магии, силы или ловкости на его выбор. Книга Мирун из Дагона под названием Мистериум Заркса также, как вы могли догадаться, принадлежит перу слуги Хермеуса Моры. Еще одной серией артефактов принца знаний являются черные книги, существующие вне временных потоков, и способные даровать знания как прошлого, так и будущего. В DLC Dragonborn прочтение каждой из таких книг переносит главного героя в план Хермеуса Моры Апокриф. Напоследок, пожалуй, можно упомянуть еще одного человека, навсегда застрявшего в плане Моры. Мориан Зенос был величайшим магом времен 2-й эры и водил тесную дружбу с самим Дивайтом Фиром, известным тылванийским волшебником. Всю свою жизнь Зенос посвятил изучению Даэдра и их планов Обливиона, а также способом в них попасть. Вы можете знать его как автора книг об Обливионе и Врата Обливиона в некоторых играх серии. Вторая как раз рассказывает от лица его ученика о том, как тот путешествовал по различным планам Обливиона, поддерживая с ним телепатическую связь. Но в конце своего пути Зенос попался в ловушку тайных знаний в царстве Хермеуса Моры и остался там навсегда. По-видимому, он в итоге превратился в одного из искателей. На этом мой сегодняшний рассказ объявляется оконченным. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь в мою группу ВКонтакте. С вами был Эш Кинг, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok